Мы в галерее Курта Олда перед натюрмортом с гипсовой статуей. Он написан в середине его карьеры. Мне кажется, очень сложно смотреть на картину с одной точки зрения. Стол на переднем плане с фруктами и гипсовой статуэткой, кажется, написан под одним углом. А задний план, непонятно, что там изображено, — это пол или драпировка. Трудно собрать элементы воедино. Начнем с переднего плана. Здесь изображена гипсовая статуэтка Пути, ангелочек без рук. Довольно симпатичный. Он немного вытянут в длину, как бы в контрапосте, как будто находится в движении. Похоже, Сезанн намеренно подчеркнул поворот корпуса, сделав его осью всей картины. Потом происходит нечто еще более интересное. По мере того, как взгляд движется вглубь, мы видим несколько сложных холстов, может, подрамок холста, повернутого от нас. Полотно расположено под углом сразу за спиной ангелочка. Можно даже разглядеть фигуру вверху справа и еще какой-то фрукт. Огромный фрукт. Кажется, он лежит на полу, или это мяч? Он будто выдается вперед. Визуально он выталкивает весь задний план полотна вверх и вперед, стирая все намеки на глубину пространства. Он словно замыкает картину, возвращая наше внимание к переднему плану, как будто нас откинуло в него. Еще изображение на картине, которую мы видим на заднем плане, обращено к нам. На ней похожий фрукт, лежащий на полу, который каким-то образом связан с фруктом на столе на переднем плане, и это дополняет композицию. Все как будто бы слегка движется. Купидон, как ты и сказал, словно поворачивается. Или Сезанн преувеличивает это движение. Некая фигура на заднем плане, судя по всему, является частью картины. Кажется, да. Она тоже будто движется, а контуры фрукта, кажется, немного меняются. Нет ничего стабильного. Все в движении. Что именно художник изобразил на заднем плане? Почему вообще Сезанну понадобилось это делать? Такое сложное и противоречивое изображение пространства со своей линейностью, которое делает его еще загадочней. Например, это лук. Очень большая луковица слева внизу, сразу за ногами ангелочка. Ее шкурка заканчивается, а перья начинается точно на той линии, где заканчивается пол. Эта линия продолжается вверх и переходит в бедро ангелочка, а линия промежности повторяется, в свою очередь, краем холста. Целая серия пересечений, почти как у дыга, которая ломает и смешивает наше представление о пространстве. Что свидетельствует о том, что Сезанн намеренно смешивал все эти углы зрения и искажал все вокруг. Что это был его сознательный творческий выбор. И что это очень тщательно построенная картина, хотя она и не слишком похожа на традиционный натюрморт. Например, стол стоит под тем же углом, что и выступающая в нашу сторону нога. Но бедра Путти поворачиваются вместе с пространством, что видно по холсту сзади. Может быть лицо соотносится с направлением поворота холста на заднем фоне. Так что реальность сконструирована в зависимости с центральной фигурой. Странно мне вспомнилась красная студия Матисса. Это студия художника со сложными холстами. Видны картины, над которыми работает художник. В том числе полотно, объединенное почти что единой синей гаммой с вкраплениями красного и зеленого. Но на этой картине художник интерпретирует пространство студии с личной точки зрения. Хотя в работах Сезанна сложно увидеть что-то личное. Но для него всегда главное пространство, композиция и форма. Хотя некоторые историки искусств, Мира Шапира, например, определённо видят что-то личное в натюрмортах. Могу предположить, что Матисс работал над вопросами, которые Сезанн поднимает в этой и других картинах того периода, меняя пространство. Думаю, в первую очередь речь идёт о субъективности пространства зрителя и о том, не создаем ли мы сами пространство, двигаясь сквозь него. И не является ли пространство и правда гораздо более субъективным и искусственным набором элементов в противовес идеальному архитектурному представлению? Понятно, почему модернисты начала XX века продолжили эту тему. Это воссоздание разрушенного пространства в чём-то очень радикально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok